В нашей стране не нужно шпионить. У нас секретную информацию запросто можно найти в Гугле или Яндексе. Очередная утечка закрытой информации. В поисковик Google попали документы органов власти России с грифом для служебного пользования. При определенном запросе Google выдает в результатах более сотни таких документов. В открытом доступе оказались бумаги Федеральной антимонопольной службы, Федеральной миграционной службы, Счетной палаты, Минэкономразвития, портала госзакупок и других организаций. По информации сайта СЮПРИМ2, на который ссылается информационное агентство, как на ньюсмейкеры по этой теме, вот этот сайт утверждает, что если постараться, то Google выдаст и секретные документы тоже. Кстати, за минувшие две недели в Рунете произошло три таких крупных утечки. Через поисковые системы рассекречивались СМС-ки мегафона, данные о покупателях секс-шопов и электронных билетов на поезда. Сегодняшний коммерсант сообщает со ссылкой на осведомленный источник, что к расследованию утечки этих данных привлечены Следственный комитет, МВД и ФСБ. Мы связались с Аллой Забровской, директором по связям с общественностью Google. Вы слышите меня, Алла? Да, добрый день. Добрый день, извините, что оторвали вас от важных дел, но тем не менее у нас есть вопрос для вас. Конечно. А как вообще это могло произойти? Как получилось так, что Google при определенном запросе показывает секретные документы? Как можно это объяснить? Дело в том, что здесь важно понимать, как работают поисковые машины. Поисковые машины – это, по сути, роботы, которые отправляются постоянно, регулярно обходить интернет и индексировать страницы, которые находятся в интернете. Причем только открытые страницы. То есть представьте себе миллиарды и миллиарды дверей. Некоторые из них стоят открыты. Это значит, что эти сайты, эти страницы хотят, чтобы их проиндексировал поисковик и потом выдавал в результатах выдачи, когда человек задает какой-то запрос релевантный этой или иной странице. Некоторые из этих дверей закрыты, на них висит замок. Этот замок повесил владелец сайта, вебмастер. И это значит, что они не хотят, чтобы эти страницы или эти сайты были проиндексированы поисковиками. И, естественно, робот в эти двери зайти не может, потому что он просто машина. То есть он не понимает, конфиденциальная информация, неконфиденциальная. Он видит замок, значит, заходить нельзя. То есть вы хотите сказать, другими словами, что на дверях госзакупок, на дверях федеральной миграционной службы и на дверях антимонопольной службы не висел замок? Это значит, что конкретно вот эти документы находились в открытом доступе. То есть это дело в том, что Google получается ни при чем. Это просто эти службы неправильно закрывали двери от поисковиков, так? Да, дело в том, что просто, как я уже объясняю, поисковая машина, она не может разобраться в степени конфиденциальности информации. Или персональные эти данные, или эта информация закрытая. Если не стоит определенного файла, вот как я его там, ну давайте называть его замком, да, чтобы не усложнять людям понимание. Очень понятно. Если не стоит вот этого файла замка, значит можно зайти и проиндексировать. Значит это открытая информация. Если он стоит, то естественно поисковая система туда зайти не может. Алла, я прошу прощения. Поставить его достаточно просто, поверьте. Это сделает любой вебмастер очень легко. Один короткий последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот наверняка разойдутся сейчас обвинения Google в том, что он что-то слил, что-то раскрыл. Как помешать дальнейшему выплеску в интернет секретной информации или конфиденциальной? Может ли поисковая система это сделать, помешать? Дело в том, что поисковая система, она абсолютно не предвзята. Она просто индексирует то, что уже есть, что открыто в интернете. Поэтому если вебмастера, владельцы сайтов хотят сохранить какую-то информацию от индексации, они должны обязательно ее закрыть. И об этом написано очень много и различных рекомендаций у нас на сайте, я уверена, что на сайте других поисковых систем для вебмастеров есть эти рекомендации, где просто и понятно написано, что вы должны сделать для того, чтобы информацию закрыть от поисковика. То есть это ответственность владельцев сайта, это ответственность людей, которые размещают эту информацию. Если они не хотят, чтобы она была проиндексирована, ее просто нужно закрыть. Все ясно. Большое спасибо. Это была Алла Завровская от Google.